С вами Алексей Ницца и вы смотрите видеоуроки теплицы социальных технологий. Сегодня я расскажу о Slack, сервисе для эффективной командной работы. Slack представляет собой гибрид мессенджера, планировщика и почтового клиента. Сервис был разработан создателем Flickr, Стюартом, Butterfield. Slack интегрирует в один информационный канал множество приложений и сервисов, обычно используемых для работы, таких как Dropbox, Google сервисы, все остальные сети и файлообменники. Slack также позволяет пользователям отслеживать прогресс в различных проектах с помощью одного приложения и свести к минимуму информационную перегрузку, которая возникает при необходимости общаться с множеством людей в разных мессенджерах и почтовых клиентах. Slack доступен как в веб-версии, так и как в приложении для Windows и Mac OS, а также для iPhone и Android. Все базовые функции сервиса бесплатны, также есть возможность приобрести платную подписку, которая дает расширенные возможности по поиску информации в архиве сообщений, подключению большего числа сторонних сервисов и так далее. Для начала работы в Slack необходимо зарегистрироваться, для этого нужно ввести свой адрес электронной почты. Также здесь по мейлу можно поискать команду, в состав которой вы уже могли бы входить. Если вы будете основателем команды, то вам надо придумать имя и адрес, который будет впоследствии у команды. После завершения регистрации вы попадаете непосредственно в сам Slack, который похож на мессенджер. Так как мы находимся в веб-версии, то меня спрашивают, разрешить ли уведомление сервиса в браузере. Далее в первую очередь можно пригласить других людей в команду с помощью указания их электронной почты. Слева в меню есть список каналов, так здесь называются открытые чаты, личные сообщения, другим пользователям и приватные группы. Например, я создам новый канал с описанием для того, чтобы новые пользователи понимали, для чего предназначен этот чат. Личные сообщения можно будет написать, когда появятся другие пользователи, а пока я могу создать приватную группу для обсуждения футбола, например. В списке личных сообщений есть Slackbot, здесь можно вводить различные команды, как это было в привычных ARC чатах. Например, можно поменять свой статус онлайн на iWay, а также добавить напоминания. Указав время, когда нужно о чем-то напомнить, появится всплывающее уведомление или просто сообщение, если вы находитесь в окне бота. Что же можно делать в основном окне любого чата? Конечно, в первую очередь можно писать текстовые сообщения и добавлять разные смайлики. Также, если нажать на плюс слева от строки, можно загрузить файл со своего компьютера и написать комментарий, а другие пользователи также смогут прокомментировать. Далее можно добавить текстовый блок, это полезно тогда, когда надо вставить кусок кода, например. И третий вариант – создать пост. В одном окне открывается текстовый редактор, с помощью которого можно создать полноценный материал. Справа от текстового окна есть подсказка по форматированию. После того, как пост закончен, его можно опубликовать в одном из каналов, а коллеги смогут открыть его в колонке справа или в отдельном окне. У каждого поста формируется своя внутренняя ссылка, которую можно сделать публичной, и любой желающий сможет посмотреть материал. При необходимости публичную ссылку можно отозвать, и пост снова станет только внутренним. Теперь перейду в командный слег-теплицы. Так, кстати, выглядит приложение для macOS, разницы с веб-версией практически нет. Покажу еще несколько возможностей. Во-первых, это поиск. При вводе слова предлагаются варианты не только в сообщениях, но и в названиях файлов, которые здесь присоединялись. Во-вторых, подключая сторонние сервисы, можно получать уведомления непосредственно в Slack. Например, у нас есть канал, куда попадают все новые заявки платформы IT-волонтер. У Slack есть достаточно много возможностей, которые станут доступны при более продвинутой настройке. Также хочется отметить мобильные версии Slack. Они также удобны и быстры в использовании. Таким образом, этот сервис может сделать работу вашей команды более эффективной. Рекомендую попробовать. Редактор субтитров А.Семкин